Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня моя первая тренировка, по-настоящему серьезная тренировка на грудные мышцы, после разрыва, после надрыва точнее. Вы помните, в недавнем видео я вам рассказывал, кто не помнит, я оставлю ссылку в описании к ролику, обязательно посмотрите. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, поделитесь в комментариях. Так вот, вы помните, что был разрыв у меня уже не первый в грудных мышцах, ближе к сухожилию, но это не сухожилие. Причем интересно, надрываются они с обеих сторон, и слева, и справа. То же самое было и на широчайших, а недавно было и с квадрицепсом. Слава богу, мышцы не отрываются. Тем, кто пишет мне о сухожилиях, друзья, хочу вас успокоить, сухожилия у меня очень крепкие. Они натренированы и долгими годами тренинга по стронгмену, и пауэрлифтингу, да и бодибилдингом я занимаюсь уже почти 30 лет. Тело строительством. Да, сейчас я с недавних пор на темной стороне, но это не меняет тело. Почему происходят эти разрывы, я так и не понял. Происходят они именно в концентрической фазе, а не в негативной, как большинство, травм. Но оставим это все к прошлому, и надеюсь, это больше не повторится. Сегодня я прокачал грудные мышцы в 9 рабочих подходах, отдыхая между тяжелыми подходами минимум 2 минуты. И было 5 упражнений. Что я делал? Первое, я делал свое любимое упражнение, кстати, на котором последний раз мышца и надорвалась. Это наклонный жим гантелей лежа. Естественно, первые 4 подходика были разминочно-подводящими. 4 подходика я потратил на то, если можно употреблять такое слово, потратил, хотя я думаю, оно нецелесообразно здесь, на разогрев, на подвод себя к упражнению. В следующих упражнениях, а их было еще 4, я больше разминочных, разминочно-подводящих не делал. Почему? Потому что грудная мышца и так уже разогрета, готова к работе. Я просто давал достаточно необходимое время отдыха на то, чтобы восстановился креатинфосфат. 2 минуты достаточно. Спасибо Виктору Николаевичу Силанову за данную информацию. Что же я сделал? Я сделал 4 рабочих подхода в жиме гантелей. В первом и в четвертом вес был немножечко меньше. А во втором и в третьем вес был достаточно серьезным. И обратите внимание, я сейчас при работе с серьезными весами все равно негативную фазу стараюсь делать медленнее. Что вам тоже настоятельно рекомендую. Не важно, тренируете ли вы, как я сегодня, гликолитические мышечные волокна. Особенно, когда вы тренируете окислительные мышечные волокна. Это особенно важно. Но и концентрическую фазу, то есть когда отжимаю вес от себя, я тоже старался делать немножечко медленнее. За счет этого было меньшее количество повторений в подходе. Но поверьте, так больше чувствуется мышца и она больше раздувается. Пампинг, кровонаполнение от этого только увеличивается. И что самое главное, что все мы качки любим, ощущение работающей мышцы под нагрузкой. То есть непосредственно в момент выполнения упражнения. Следующее, что я сделал, это жимы в хамере для низогрудных мышц. Но не забывайте, что волокна средних грудных и нижних грудных, хотя это цельная мышца, они совпадают по направленности. Поэтому, если мы можем немножечко смещать акцент на верх грудных, за счет того, что волокна располагаются подобным образом, то среднюю и нижнюю часть изолированы друг от друга, мы прокачать практически не способны. Поэтому делайте на это особое внимание, особый акцент, когда составляете план своих тренировок. Сделал два рабочих подходика. Следующим я сделал в хамере тоже, в наклонном, то есть наверх грудных. Да, кто-то скажет, ты же сделал уже гантелями, но мы знаем, что Виктор Николаевич Силуянов говорил, что можно делать на гликолитические мышечные волокна до девяти рабочих подходов на одну мышечную группу. Поэтому я считаю, что этот подход был не лишним. Следующее, друзья, я поработал в тренажере. Как вы видите, я сначала стараюсь работать со свободными весами, потом перехожу в тренажеры. Сегодня, естественно, я больше работал в тренажерах по той простой причине, что все-таки на подсознательном уровне страх разрыва мышцы присутствует. Хочу я этого или нет, он все равно на подсознании сидит. Поэтому, чтобы мне было спокойней, я поработал только в одном упражнении со свободным весом, с гантелями. Посмотрите на интересное изобретение, интересный подход. Я здесь это подсмотрел у прокачков, которые тренируются у меня в зале. Они очень часто делают жим подобным образом. Да, кто-то скажет, что и трицепс включается. Друзья, но трицепс работает всегда, когда мы делаем любое жимовое движение. Но именно за счет такой постановки рук получается ощущение работы грудных мышц совсем другое, совсем по-иному. Если бы тренажер был сконструирован таким образом, чтобы в момент выведения рук вперед они приводились друг к другу, было бы хорошо. Но здесь тренажер сконструирован таким образом, что они наоборот расходятся. Я считаю, что это не очень хорошо для грудной мышцы, так как все-таки ее функция приводить руку перед собой. Поэтому, если у вас есть в зале разные тренажеры, выбирайте те, которые в конечной точке приводят руки друг к другу. То же самое, когда вы работаете в кроссовере. Мы же приводим руки перед собой, не приводим их вот параллельно друг к другу. Обращайте на это особое внимание. И заключительное упражнение, пятое упражнение, девятый рабочий подход, это был пэк-дэк. Здесь я особо хорошо чувствую мышцы. Неважно, каким упражнением я его по счету делаю. Но, когда мы работаем уже в пэк-дэк последним упражнением, это особо хорошо чувствуется. Памп нереальный, памп невероятный. Грудные мышцы наполняются, раздуваются. Но, что самое главное, я их чувствую на каждом миллиметре, на каждом отрезке амплитуды движения. Будьте очень осторожны. Разводки с гантелями с серьезным весом опасны для плечевых суставов. Поэтому я их не делаю, не рекомендую своим ученикам. Да и вообще никому. А в тренажере мы можем быть уверенными и легче контролировать растяжение грудной мышцы. Не выводить сильно руку назад, чтобы не перерастянуть ротаторную манжету плеча. А вы знаете, что ротаторная манжета это и есть, по сути, сам плечевой сустав. Это очень и очень опасно, если вы, не дай бог, его повредите. Поверьте, я мучаюсь этим недугом с обоими плечевыми суставами. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Не забывайте делиться моими роликами. Это лучшая благодарность. Ставьте лайк или дизлайк, обязательно пишите конструктивный комментарий. Что вы думаете по тому или иному вопросу, по тому или иному тезису, который я высказываю. Пробуете ли вы мои тренировки на себе? Стоит ли мне продолжать выкладывать вам свои тренировки? Посмотрите, насколько напампились грудные мышцы именно после сегодняшнего тренинга. Очень мощно, очень хорошо. Я сейчас еще немножечко стараюсь подсушиваться. Вы видите, ограничил питание, убрал практически весь мусор. Питаюсь очень чисто. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас, каналу. Ну что, друзья, всем сухой мышечной массы увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Берегите себя и свои суставы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok